Тётя Шокран узнала, что мы были в загородном доме. Как так вышло? Твоя... Твоя мама ведь ездила в загородный дом. Она нашла там мой браслет. Что? Да. Мама принесла его мне, сказав, что я забыла его на кухне. И я его надела. Увидев браслет у неё, я подумала, что неправильно помню, где его потеряла. А потом твоя мама увидела его на моей руке. Она спросила, где я его взяла. И я растерялась. Ещё и обвинила меня в воровстве. О, Всевышняя. Если бы тётя Шокран мне не помогла, я не знаю, что бы я ей сказала. Прости, что тебе пришлось это пережить. Но что бы мне делали, так не получается. Давай поговорим с ними. Послушай меня. Хорошо. У меня сердце не выдерживает, Бурак. На днях я расскажу своей маме. Бурак, я видела, как Чагла с тем самым парнем выходили из вашего дома. Как он посмел приехать? Этот мерзавец решил меня проведать. Чагла уехала с ним, чтобы меня насолить. Будто мне до этого есть какое-то дело. Всё. Хорошо. Ты не думай об этом. Они пытаются меня задеть. Но пока ты рядом, у них этого не выйдет. Это точно. Я тебе говорю. Не переживай. Любимая, увидимся. Ты не пойдёшь? У меня полно дел в офисе, но я за тобой заеду обязательно. Бурак, прошу тебя, будь осторожен. И не трогай того типа. Пообещай. Иначе я никуда тебя не пущу. Как же она волнуется за своего любимого. Хорошо, не переживай. Я сказала, пообещай, Бурак. Хорошо, даю слово. Ладно. Ладно. Где ты? Сейчас у меня нет на тебя времени, Бурак. Я занят. Не убегай от меня. С чего бы? Где ты? Я приеду. Не переживай. Я один. Хорошо. Встретимся вечером. Я тебе скину адрес. Хорошо. Куда и во сколько хочешь. Жду тебя. Я тебе устрою. Не могу поверить, Ослы. Да, Гонжа. Нам срочно нужно найти дом. Тетя Шукран нам ни за что не даст покоя. Я не знаю, что с этим делать. А я могла бы. Могла бы выиграть 10 тысяч лир в конкурсе. Уф. Было бы здорово. Ослы. Я тебе кое-что скажу. Только ты не злись. Может, ты займешь у вулкана? Не говори глупостей, Гонжа. Он сам захотел. Что тут такого? Гонжа. Ладно, я молчу. Уф. Это вулкан. Наверное, почувствовал, что мы о нем говорим. Какой чувственный. Не отвечу. Захочет еще встретиться. Потом я останусь в трудном положении. И врать не хочу. Аслы, разве жизнь не странная штука? Пару месяцев назад ты была влюблена в вулкана. Мечтала о том, чтобы он приехал в кафе, и ты увидела его. Ты помнишь? А как радовалась, когда узнала, что будешь притворяться его девушкой в бодруме. Ты помнишь это? Помнишь? Ослы? Ослы? То, что я услышал, это правда? Ослы? Ослы? Субтитры создавал DimaTorzok Убери руки от моей девушки. 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 Да, я пришел поблагодарить Аслы. Она убедит Ада не связываться с той женщиной. Надеюсь, у нее получится. А тебе уже лучше, кузен? Да. Ясно. Я пойду. Спасибо, Аслы. Поздравляю вас. Спасибо. Увидимся. Увидимся. Так и знал. Аслы была моей. И она снова будет моей во что бы то ни стало. Теперь он будет знать, как себя вести. Что, думаешь, я неправильно поступил, сказав ему о наших отношениях? Почему он должен держать тебя за руку? Эти руки мои. И глаза тоже. И губы. И твой запах, которым я... Которым я дышу. Ты вся принадлежишь мне. Ты только моя. И никто не сможет к тебе прикасаться. А ты мой? Целиком и полностью. Я никому не позволю к тебе прикасаться, Аслы. Хорошо, любимый. Кстати, у меня для тебя подарок за то, что заботилась обо мне. Бурак, ты всегда даришь мне подарки. Тебе не нужно мне что-то дарить. Лучший подарок – это ты сама. Большое спасибо. Чегла, не могу поверить. Как Гани на это осмелился. Как он посмел пойти к Бураку домой. Невероятно, да? Я тоже удивилась. Но, если честно, я была очень довольна, когда уехала из дома вместе с Ганией. Бурак явно взбесился, я уверена. Ну, еще бы. Гани псих. Он сказал, что покажет ему пару приемов для самообороны. Я еле сдержалась, чтобы не засмеяться. Ну уж нет. Он и правда псих. Как говорится, клин клином вышибают. Так и произошло. На самом деле, я хочу свести с ума ослы, а не Бурака. И как именно? Я на травлю Гани на ослы. Она так рада, что будет учиться в одном университете с Бураком. Ну, план вроде бы хороший, но согласится ли Гани? Ты у него спрашивала? Ты, кажется, не знаешь, что Гани питает ко мне слабость. Знаю, конечно. Тогда за дело. Гани, как ты? Хорошо, Чагла. Мне стало скучно. Хотела узнать, чем ты занимаешься. Может, встретимся? Могу приехать к тебе. Я сегодня немного занят. Хорошо. Тогда увидимся вечером. А вечером вообще не получится. У меня пару важных дел. Давай я позвоню, как освобожусь. Хорошо? Ну, хорошо. Как скажешь. Увидимся. Вот увидишь. Мы повеселимся в этом году благодаря этой деревенщине. Ну, и даже не сомневаюсь. Если план сработает, то все будет так, как мы хотели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь, дорогая, все твои торты один вкуснее другого. Спасибо. Приятного аппетита. А я всем о вас рассказываю. Скоро у вас будет куча посетителей. Даже не будете успевать принимать заказы. Дай бог. Мы, конечно, устанем. Но ничего, зато заработаем. Привет, дружище. Дружище, привет. Я возьму пакеты. Да нет, спасибо, спасибо. Я сама. Я сама. Привет, любовь моя. Привет, жизнь моя. Дорогая, я поеду в офис. Хорошо. А я здесь приберусь. Хорошо. Дружище, мне нужно с тобой поговорить. Хорошо, давай поговорим. Но это личное. Лучше поговорить наедине. Ну, ладно. Давай выйдем на улицу. Интересно, что он опять задумал? Если бы я знала. Я сейчас лопну от любопытства. Я тоже. Ослы, это ведь не насчет той девушки. Не говори глупости, Гунжа. Помнишь, вы нас обыграли? А, хочешь спланировать выходные? Я уже спланировал. Круто. Куда едем? Думаю, ты устал от шикарных отелей. Я тоже устал. Если честно, не потому, что ты отдыхал в них, но неважно. Предлагаю нам всем пойти в поход. В поход? Да, в поход. Ты уже ходил в поход? Нет. Дружище, я очень хорош в походах. В детстве я был скаутом. Могу развести костер, поставить палатку, да, все что угодно. Так что мы не пропадем. Не переживай. Отлично. Супер. Это очень хорошо. Слушай, дружище, идея хорошая, но может сначала посоветуемся с девочками? Вдруг они не захотят? Может такое быть? Как это? Мы пойдем в поход, а они не захотят? Смешная шутка. Пусть пока что это будет сюрпризом. Только не говори им. Ну, давай, рассказывай. О чем они говорят столько времени? Ослы? Ты все еще думаешь о ситуации с вулканом? Да, я до сих пор в шоке. Прости меня, ослы. Из-за меня могли быть неприятности. Ты не виновата. Мы его не заметили. Несла всякую чушь. Вот зачем? Вот бы у меня отсох язык, чтобы я всегда молчала. Не говори так. Слава богу, зато вулкан не проболтался. Да, он сменил тему. А я-то его во всем винила. Он точно не проболтался, да? Думаю, что да. Как же я опозорилась перед вулканом. Да не думай ты об этом, забудь. Ты любишь Бурака. И это самое главное. Да. Да, и хорошо, что вулкан все узнал. Дай бог, Бурак об этом не узнает. Я не смогу его потерять. Ослы, молчи. Все будет хорошо. Дай бог. Ну что, вы закончили секретничать? Да, закончили, дорогая. Эрдем, любимый. Ты же ведь понимаешь, что ты мне все расскажешь. Понимаешь это? Любимая, мне пора. Дай поцелую. Увидимся. Пока-пока. Эрдем, колись. Что вы от нас скрываете? Да, выкладывай, Эрдем. Это сюрприз. О сюрпризах не рассказывают. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Спасибо. Здравствуйте. Хорошей работы. Спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь. Я получила ваше письмо. Ваши дизайны один красивее другого. Я очень рада, что вам понравилось. Мне понравилось не то слово. Я в восторге. И поэтому я хочу подтвердить все заказы и сделать новый заказ. Что вам предложить? Лимонад. Отлично. Сейчас принесу. Спасибо. Все ваши дизайны шикарные. Я так не смогла определиться с выбором. Поэтому хочу купить все сразу. Как мы договоримся. Пятьсот штук. Конечно. Разнообразно. Даже будет лучше. Именно. Приятного аппетита. Спасибо. Кстати, давайте я вам заплачу. Сколько я должна? Две тысячи лир. Прошу. Я отмечу, что оплачено. Хорошо. Кстати, хочу заказать праздничный торт для помолвки на 250 человек. И для этого вы подготовите мне дизайн, хорошо? Конечно. Как и в прошлый раз, я подготовлю дизайн и вышлю вам разные варианты. Хорошо. Это нужно сделать на следующей неделе. Я так рада знакомству с тобой, ослы. Отныне мы будем часто сотрудничать. Дай бог. Я вышлю все на почту. Хорошо. Тогда удачи вам. До скорой встречи. До скорой встречи, девушки. Большое спасибо. Хорошего дня. До встречи. Гунжа, смотри, сколько здесь. Ослы, я сейчас расплачусь от счастья. Какая, какая она хорошая женщина. Заранее заплатила. Дай бог, если хоть раз в месяц будут такие заказы. Мы с тобой разбогатеем. Дорогая, видишь, она разглядела в тебе талант. Заранее заплатила. Слушаю. А, здравствуйте. Это Эльчин Текчан. Владелица Меллс Косметикс. Я говорю, сослы Кочер? Да, это я. Еще раз здравствуйте. У меня к вам разговор по поводу конкурса. Вы можете подойти ко мне в офис? Я сейчас на работе. Работаю. Но постараюсь отпроситься. Я вам перезвоню. Никаких проблем. Буду вас ждать. Ладно. Хорошего дня. И вам. Ослы? Кто это был? Мама Чеглы. Эльчин Ханум. Хочет поговорить насчет конкурса. Ослы, это же отлично. Она явно поняла, что ее дочь врет. Я же говорила, что справедливость восторжествует. Иди скорее. Не заставляй ее ждать. Нельзя, Гунжа. Я не могу снова связываться с этой девушкой. Все только наладилось. Мне не нужны эти проблемы. Ослы, что за глупости? Ты, конечно же, конечно же, пойдешь. Да, ты молчала ради любви. Много от них натерпелась. Но она украла не только твой дизайн. Она украла твои мечты. Возможно, это твой второй шанс. Ты же ничего не сделаешь. Значит, она просто поняла, что ее дочь соврала. Может, поговорим? Давай поговорим. О чем? Ослы. Значит, решил быть честен насчет ослы. Рад слышать. Что ты хочешь сказать, я не понял? Я пытаюсь сказать, что ты изначально мне врал. Скрывал, что между вами что-то было. Свои чувства кослы. Зачем ты так поступал? Ты же сам сегодня сказал, что рад за нас. Хотя у тебя у самого есть к ней чувства. Ты тоже не особо честен. Чего ты смеешься? Что смешного? Ты так и не понял. Мои чувства кослы всегда оставались в рамках дружеских отношений. Ты только недавно сказал, что готов на ней жениться. Все верно. Сказал в надежде на то, что ты признаешься ваших отношений. Хочешь сказать, ты меня просто провоцировал, что ли? Кузен, чтобы не заметить ваши отношения, нужно быть идиотом. Я знал об этом с самого начала. Я ожидал, что ты расскажешь мне об этом, как брату или другу. Но ты скрыл это от меня. Если бы я что-то чувствовал кослы, я бы уже давно ей признался. Прежде чем сказать об этом тебе. Думаю, пора закрыть эту тему. И не напрягайся больше. И не скрывай от меня ничего, чтобы я и дальше мог разгребать за тобой. Во сколько? Не опаздывай. С кем ты говорил, кузен? Да, неважно. Договаривались о встрече. Это был Гани, да? Кузен, где ты с ним встретишься? Я поеду с тобой. Нет. Ты выставишь меня трусом перед ним, если поедешь со мной. Ты не поедешь. Гани сказал, что будет один, а значит, и я тоже. Ты же знаешь, какой Гани мерзавец. Он не придет один. Может, он и мерзавец. Но я нет. Не настаивай, вулкан. Ладно. Хорошо. А, хорошо. Жду. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу, присаживайтесь. Я позвала вас сюда, так как у меня есть к вам одна просьба. Не могли бы вы нарисовать тот рисунок, который считаете своим? Пожалуйста. Прошу вас. Артур, так как у меня есть будеев cageо. Как у меня естьrapiece. Я учусь. И поем. Поехал, стал как usar azul перец. Прошу неюf. И отстрационные OC. И жду, друзья. Подпишитесь за нашим фамилик. for опять. Субтитры создавал DimaTorzok Сначала ты пришла и заявила, что это твой дизайн. Но потом позвонила и сказала, что это недоразумение. Почему? Я узнала, что ваша дочь украла мой дизайн и не хотела никакого скандала. Поэтому придумала такую отговорку. Понятно. Явно видно, что дизайн принадлежит тебе. Я приношу извинения от лица своей дочери. Прошу, прими это от меня. Это деньги за молчание? Нет, нет. Не пойми мне неправильно. Я считаю, что ты это заслужила. Пожалуйста, позволь мне хотя бы что-то сделать. Единственное, что я хотела, это чтобы вскрылась правда. Я настаиваю. Пожалуйста, возьми. Мне это правда не надо. Я и так вымота на всей этой истории. Я буду благодарна, если мы закроем эту тему. Секундочку, осла. Секундочку. Смотри, это визитка агентства, с которым мы проводили конкурс. У них всегда есть новые проекты, и им нужны новые дизайнеры. Я позвоню им и расскажу о тебе. Пожалуйста, сходи и встреться с ними. Позволь. Позволь мне хоть что-нибудь сделать для тебя. Спасибо большое. Пожалуйста. И, ослы, для престижа моей компании очень важно, чтобы никто не узнал. Не переживайте. Хорошего дня. Любимый, ты где? Если ты не занят, можем встретиться. Хорошо. Хорошо. Жди тут, Халиль. А это разве не ослы? Которая? Та, которая идет. Да, это она. Что она делает в офисе Эльчин? Ослы? Я не заметил. Короче, не важно. Жди меня тут. Хорошо, госпожа. Да-да, ослы Кочер. Я дала ей ваш номер. Назначьте ей встречу. Прекрасно. Спасибо большое. До встречи. Слушаю. Сильда. Хорошо, жду. Добро пожаловать. Дорогая, прости, что пришла без предупреждения. Нет, нет, не страшно. Я не занята. Присаживайся. Дорогая, знаю, ты злишься на меня. Но у меня не было плохих намерений. Тем более, я бы не хотела, чтобы Чегла расстраивалась. Знаю, Сильда. Но Чегле надо держаться подальше от Бурака, насколько это возможно. У нее очень сложный период в жизни. И ей надо принять тот факт, что они расстались. Ты даешь ей надежду своими действиями. И расстраиваешь ее этим. Ты права, дорогая. Прости меня. Я больше не буду вмешиваться в их дела. Они не дети. Я тебе обещаю, я больше не буду вмешиваться. Знаю, Сильда. Знаю. Спасибо. Дорогая. У меня к тебе вопрос. У нашей поварихи есть дочка Ослы. Я видела, как она выходила из офиса. Вряд ли она приходила к тебе. Но мне интересно просто узнать. Не знаю. Может, у нее есть знакомые среди работников компании. Я тоже так подумала. Но решила все-таки спросить. Она дочка вашей новой поварихи, которая шикарно готовит, да? Да-да. Они живут у нас. У них проблемы со своим жильем. У женщины умер муж. Мы их пожалели. Вот и взяли к себе на время. Ее дочь, наверное, не работает? Нет, не работает. Но она поступила в факультет искусств. Нихат предоставил ей грант на обучение. Будет учиться. Как здорово. Интересно, почему она все-таки подумала, что рисунок твой? Не знаю. Но точно понятно, что ее дочь не признавалась. Да, я тоже так думаю. Но тебе стоило принять деньги. Ты их заслужила. Не нужны мне их деньги. Эта тема закрыта. К тому же Эльчин Ханум узнала, что я честна, а ее дочь соврала. Ну ладно. Не будем об этом. Любимый, а у нас есть планы на вечер? Мне нужно у мамы отпроситься. Милая, мне нужно встретиться со школьным другом. Отпросись на завтра. Скажи, что переночуешь у Гонжи. Зачем? Это сюрприз, любимая. Которую вы придумали с Эрдемом? Да. Ну, ты постарайся отпроситься. Хорошо, любимый. Ну, тогда я пошел. Постараюсь вернуться пораньше. Не волнуйся. Хорошо. Ой, я про молоко забыла. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok